Привет всем мои дорогие друзья и гости нашего канала. Мы вновь на нашей сельской кухне. И сегодня я хочу вам показать рецепт, как я делаю нашу деревенскую абрикосовую фанту. Что хочется сказать, что этот напиток лучше намного любого сока и даже компота. Обычный компот и эта фанта конечно же по вкусу различаются. Что я делаю? Первым делом, девчонки, показываясь далека, стерилизую банки. Конечно, духота страшная, на трех костюлях, чтобы быстрее. Потому что вот эта штука, на ней я стерилизовала баночки пол-литровые 0,7. Все, даже литровые банки сюда не поставишь, девчонки. Они своими брюшками упираются друг на друга и не вылазят. Поэтому трехлитровые сюда не вариант использовать. Вот так. Абрикосы у меня на вид непрезентабельные, корявенькие. Но сколько я вот сейчас мыла съела, чтобы все сладкие и очень-очень достойные. Ни одного червивого, ни одного бракованного. Ну и вот так чем-то пораженные, бог его знает. Может сорт, хотя вряд ли всегда они были хорошие. Набираю я такую литровую кружечку померную. Сейчас рассыплю по банкам, потом посмотрю, сколько у меня хватит. Через воронку все делаем. Ну, получается чуть меньше половины банки. Это самое хорошо. С косточками, девочки, не заморачивайтесь. Во-первых, потом, когда баночку вскрываешь, лично я и муж, мы абрикосы эти съедаем. Дети не особо. А если они будут без косточки, то, ну, как гамула, по-русски говоря, по-простому. То есть напиток будет непрозрачный. И уже саму ягодку останется только вам выбросить. Это не вариант. Друзья, консервный завод в действии. Постепенно я стерилизую, накладываю. Что хочу вам сказать. Лимонами, апельсинчиками пока еще не занималась. И не буду, пока не рассыплю все свои абрикосы по банкам. Ну, чтобы мне лишние апельсины и лимоны не чистить, я обязательно очищаю шкурку от цитрусовых. Не знаю почему. Может, это моя ошибка. Но начитавшись, насмотревшись, как их обрабатывают, я, скажу прямо, брезвую, можно сказать, я очищаю и лимоны, и апельсины в свои напитки. Березовый сок аналогично делаю. И также нашу деревенскую фанту. Страшненькие они, девочки. Но я, вот видите, абсолютно не гнилые. Это вот какой-то налет на них. Я уже ем их, не переем. Вот, тоже вялененькие. Но сейчас я съем. Но не гнилые, не порченные. Что еще хочу вам сказать, что вот из этих именно абрикос с розовым бочком будет такой нежный розовый оттенок. Вообще изумительный. Очень вкусный напиток. Получается, девочки, из большого ведра, наверное, 12-литровая синяя у меня была. У меня получается, ну вот 6 уже стоит, и еще 8 баночек получится. Соответственно, мне надо банок 20 в запасе иметь, чтобы все это зафорычить. Вот так вот, мои хорошие, наши аппетиты. Совсем корявенькие, девочки. И привядшие я откладываю, не буду скрывать. И задумала я их, это все вот вымыто. Вычистить косточку, не просто посушить в сушилке. И будет у меня замечательный узвар, как мы говорим. Если будут яблоки, добавим, как урага, наши абрикосы. И все будет замечательно зимой. Все пойдет в дело. Варенье из этих варить не буду. Может быть, еще будут свои. Немножечко получше на вид. Девочки и мальчики, задыхаюсь в жаре. Вот вышло, пока там свои абрикосы. Видите, они обычные. Не розовый бочок, и еще, конечно же, зеленые. Но ветки, ребята, ветки разламываются от плодов. Хоть бы не поломал их ветер, потому что передали дожди, грозы. Очень много. Но зеленые еще. С одной стороны, слава богу, может, какой-то будет отдых у меня. Друзья мои, получилось у меня 17 баночек. Вот по 3, 15 и еще 2. Лежат еще мои апельсины, лимоны. Поэтому вот теперь из этого расчета 17 баночек я беру 9 апельсин, 9 лимонов. Потому что на одну баночку мне нужно будет пол апельсина, пол лимона. Такие пропорции. Сейчас их тщательно помою, девочки, но все равно почищу. Дочь уже 2 слям взяла, сказала, мама сочная, хорошая. А бывает купишь пятерки или в магните. Невыносимо, как жжем какой-то. А это хорошее. Лимоны еще не знаю, девочки, не хочу врать. Девчонки, поставила я водичку, шумит. И вот хочу вам сказать вывод свой. За многие годы консервирования, чем больше кастрюля, чем дольше я вожусь с компотами. Ну, или с огурцами, помидорами. Потому что в маленьких кастрюльках быстрее закипает. Вот. Поэтому я вот разбила на 3 кастрюли таштых горошек. Там у меня суп. И сейчас по-быстрому вода закипит. В это время готовы уже мои апельсинки. Я почистила лимончики. Сегодня я без помощников. Мои друзья пошли обрывать кто что может. Кто ешь, кто кто малину. Папа огурцы выбирает, потому что у нас передали страшные дожди. Вот пока чистила, девочки. Сразу хочу вам сказать, думаю, то забуду. Если бы я делала абрикосы чищенные без косточки, я бы сразу заливала один раз сахар прям в банку и все. А так как с косточкой, то сейчас сначала пролью кипяточком. Немножечко совсем ошпарю. И потом, как обычный компот, буду заливать уже вместе с цитрусовыми и с сахаром. На банку трёхлитровую я сыплю меньше, чем стакан сахара. Ну, это из-за доченьки моей. Ну, получается хорошо. Кисло-сладкий вкус. Причём естественно, без лимонки, а с лимончиками. За милую душу зимой уходит. В том году я не буду скрывать. Делала 46 банок. Не осталось ни одной уже, наверное, до 9 мая. То есть дочь у меня любит такой напиток. Хотя ещё и просто компот я варю. Вам понравится, уверяю вас. Ребята, у меня произошло непредвиденное место. 9 лимонов, 10 я очистила. Показываю почему. Смотрите. Вот такая кака была на кожуре. Бог его знает от чего, но вдруг банка взлетит. Потом буду себя винить. Эту штуку я не положу. Вот такую нам продают безобразную вещь. Как кот в мешке. Не видишь же, что там творится. Конечно, мы его не выкинем. Я его в серединочку пущу в дело, заморожу. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Лучше всё-таки почистить. Такой я делаю вывод, друзья мои. У нас гремит. Может, там даже слышно, гроза начинается. Хоть бы свет не потух. А то наделаю я тут дело. С фонарём буду банки закатывать. Всякое может быть. Вот, друзья, мои пузатики, мои матрёшечки залиты. Крышки, девочки, я не стерилизую. Накрывала огненные. Они сейчас ещё горячие. И они сами собой ошпарились кипятком. Экономьте своё время. Не делайте двойную работу. Сейчас я буду их сливать по одной, может быть, по две. Три кастрюли тяжело. Буду по две. И добавлять туда все остальные необходимые вещи. Если честно, уже устала. Ну, надо заканчивать. Тяжело, конечно. Вот так, кто девчонки-хозяйки, заводит сразу большой объём консервации. Ну, а что делать, если привезли или купили? Конечно, надо перерабатывать всё сразу. Такой продукт, как фрукты, овощи ждать долго не могут. Да и мясо тоже. В общем, что рассказывать истины, которые все знают хозяйке. Поехала дальше. Пока мои баночки остывают, немножко пропариваются, занимаюсь цитрусовыми. Самое противное, девчонки, не поверите, это косточки. Вытащить косточки у апельсина и у лимона. Ну, ничего страшного. Поедем. Вот так у меня получилось, девочки. Косточки очень большие. Они абсолютно не нужны в нашей фанте. Потому что даже больше, чем кожура, дают горечь. Вот это две баночки у меня будут, две порции. Половинку туда, половинку сюда. По три штучки. Сильно тоненько, девчонки, не режьте. Видите, как... Потому что это потом всё съедается. Лимон, сразу говорю, я выбрасываю. Он какой-то становится водянистый. Апельсины и сами абрикосики мы съедаем с большим удовольствием. Лимончики точно так же, только девчонки на две части. Потому что они поменьше. Смотри, будет сильно тонко. Косточки, конечно, вот так на просвет просматриваю. Ну, не хочу косточки. Не хочу, хоть и тресни. И забрасываю сейчас баночки. Слила я рассол или сок из баночек. Вот там у меня три дольки апельсинчика и два лимончика. Ну, по половинке. Сейчас так точно и сюда. Будем заниматься этим делом быстро, потому что вода наша закипит. Тот же самый сироп. Я сказал, рассол. Сироп прозрачный, чистый. Закипит. И все, девчонки. Сахар я всыпаю прямо в банку. Заливаю горячим кипятком и закатываю. Единственное, что вам сейчас покажу. Немножечко баночку я катаю. Как катаю, секундой покажу. Шумит мой сироп, девочки. Вот так я беру сахар, а не полный стакан. Ну, это мы так в нашей семье. Можно и два стакана, кому не жалко. Можно полтора, кто любит сладкое. Но мы сладкое с осторожностью. Плюс еще сами цитрусовые и ягоды, и кислоту, и сладость дадут. Вот. Покажу вам на одной-двух баночках. Остальную батарею своих матрешек буду делать потом сама. Готово, готово. Первая баночка. Под самый-самый верх, девчонки, наливаю. Потому что оно еще остынет и уменьшится от длины. Все, закатываем. Красота, как я говорю, неземная. Вот так. Главное не обжечься. Дальше, девочки, переезжаю на скамеечку. Скамеечка еще советская у меня. Очень и очень устойчивая, потому что на панели или на кухонном столе невозможно закатать. Сейчас я прямо... Ой, возьму ключ свой. Вот так. Всем своим хорошим весом буду держать и закатывать. Одной рукой неудобно, вы уж простите. Последний рывок. Вот на кухонном столе уже, девочки, я аккуратно наклоняю свою баночку. Во-первых, проверяется крышка, не капает ли там ничего. И вот так покатаю, покатаю ее, как невалюшку. Чтобы сахарок мой, видите, он разошелся буквально в минуту-полторы. Сахарок разойдется, но без этих движений как-то мне опасно уже. Все. Теперь ставлю в укромный угол, чтобы никто не добрался, случайно не зацепился ночью. И укутываю. Вот, мои дорогие, все. Это вторая баночка. И так до окончания процесса. Делайте фанту. Уверяю, вас вам понравится. И ягодки, и сам компотик. Или деревенская фанта. Всем удачи. Всем, наверное, пока. Все, друзья. Я заканчиваю свой кухонный репортаж. Пусть моя фанта созревает под тепленьким пледиком. Всем пока-пока. Уважаю всех и люблю. До новых, хороших встреч, мои дорогие.